Это понятная политика. Здравствуйте. Запад сегодня любит говорить о праве народа на самоопределение. Правда, лишь там, где это выгодно Западу. Подпитывая конфликты в разных регионах планеты, США упорно закрывают глаза на собственную историю, которая насквозь пропитана кровавой экспансией. Продолжение следует... Продолжение следует... Красивые слова про суверенитет, референдумы и демократические процедуры в американском случае разбиваются о политическую реальность. Вот уже более 30 лет Техас безуспешно борется за свою независимость от Вашингтона, который когда-то просто отобрал у соседней Мексики 1 миллион квадратных километров земли, то есть половину ее территории. История удушающих объятий прямо сейчас. Итак, почему Техасам сегодня неуютно под крылом Вашингтона? Локомотивом антиамериканских настроений послужили продолжительная экономическая рецессия и спад уровня жизни среднего гражданина. Люди начали объединяться в тематические сообщества и требовать независимости. Многие из них видят в данном процессе единственный выход для сохранения своего финансового положения. Страна переживает самый большой экономический спад, который я когда-либо видел в своей жизни. Я служил этой стране долгих 18 лет, и я не собираюсь смотреть, как мой родной штат Техас приходит в упадок. Отделение Техаса – это единственный способ спасти народ этого штата. Одной из основных претензий местного населения остается несправедливое распределение ресурсов. Экономика штата является самодостаточной и занимает второе место в США по объему волового внутреннего продукта. В случае обретения независимости республика Техас могла бы занять 15-е место в списке самых богатых стран мира. Благодаря тому, что штат является центром нефтедобычи и нефтепереработки, нефтехимии, Техас действительно является донором. То есть он фактически платит очень большие налоги в федеральный бюджет, и эти налоги возвращаются не только в сам Техас, но и на эти налоги содержатся штаты, которые являются убыточными. Поэтому в этом отношении и у техасцев и возникает недовольство текущим положением дел, потому что Техас отдает больше, чем получает, и многие техасцы считают, что это несправедливо. Штат полностью обеспечивает себя продуктами питания. В регионе расположено самое большое число ферм в США. Также Техас лидирует по количеству крупного рогатого скота, выращиванию зерновых культур. По разным оценкам, запасы нефти в Техасе насчитывают примерно 8 миллиардов баррелей, что составляет около одной трети от всех запасов США. Техас является одним из основных центров развития компьютерных компонентов и систем, а также программного обеспечения в США. Район Устина часто называют «кремниевые холмы» из-за концентрации производителей полупроводников. В Юстоне находится ведущий центр НАСА по разработке пилотируемых космических кораблей, обучению астронавтов и подготовке пилотируемых космических полетов, центр управления и контроля за космическими полетами. Также тут расположена штаб-квартира Национального института космических биомедицинских исследований. Несмотря на растущую экономику Техаса, за чертой бедности почти 4 миллиона человек. Но не только экономика движет тепаратистские настроения. Жители региона уверены в фальсификации выборов, и многие не считают Байдена легитимным президентом. В 2020-м Верховный суд США отклонил иск генерального прокурора Техаса Кена Пэкстона, который просил пересмотреть результаты президентских выборов в четырех штатах. Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине. Отклонив иск Техаса, который поддержали 17 штатов и 106 конгрессменов, Верховный суд постановил, что любой штат может предпринимать неконституционные действия и нарушать собственное избирательное законодательство. И это будет иметь пагубные последствия для законопослушных штатов. Тогда как виновный штат не понесет никакой ответственности. Данное решение создает прецедент, который гласит, что штаты могут безнаказанно нарушать конституцию США. Получив отворот-поворот, республиканская партия в Техасе на съезде примет инициативу о референдуме по выходу штата из США, предложив провести его в 2023-м. Вот уж действительно, история циклична. И движение «Тексит» — это во многом о том, что было тогда, в середине 19 века, когда Техас был фактически аннексирован США у Мексики. Причем план был реализован в лучших традициях западной демократии. Сначала раскачивали ситуацию изнутри, потом открыто вторглись к соседям и вынудили подписать мирный договор на условиях Вашингтона, забрав под контроль огромные земли, людей и природные ресурсы. Никто же не мог остановить колонистов, заселяться. И действительно, многие расселялись и по северной части Мексики, а потом уже, в ходе трехлетней войны, эти территории перешли в состав США. Вот поэтому изначально никто и не планировал воевать с Мексикой, но потом к этому, конечно, все пришло, и, соответственно, Америка и сама собой расширилась до примерно той территории, которую она имеет сейчас. А началось все еще в начале 19 века. В то время производство хлопка — важнейшая отрасль в экономике США. Но земли быстро истощались, нужны были новые, и плантаторы все активнее смотрели по сторонам, как расширить угодья. Захват земель индийских племен проблему уже не решал, и тогда обратили внимание на северную Мексику. Почву начали прощупывать сразу, и военные даже пытались несколько раз вторгнуться на территорию Техаса, но их остановили местные власти. Тогда решили сыграть в долгую и выбрали иную тактику экспансии. С 1820 года началось массовое переселение на плодородные земли Техаса граждан США. Мексиканские власти сначала не увидели в этом никакой угрозы и даже поощряли такие действия, рассчитывая на ускорение экономического развития региона. Однако попытки Вашингтона начать переговоры о приобретении Техаса насторожили Мехико. Более того, в 1829 году в Мексике было запрещено рабство, и это привело к конфликту с проживающими в Техасе американскими плантаторами. Поэтому год спустя мексиканские власти запретили эмиграцию из США и стали искать потенциальных переселенцев в Европе, но тщетно. Довольно быстро число американцев в несколько раз превысило количество мексиканцев, и когда Мехико начал вводить запрет на рабовладение, американские поселенцы взбунтовались. Их благополучие было основано на маржинальном труде рабов, и расставаться со своими доходами никто не собирался. Несколько десятков тысяч граждан США просто отказывались признавать политические решения Мехико и платить налоги. В итоге в 1835 году в Техасе вспыхнуло восстание, которое щедро финансировали финансово-промышленные элиты Соединенных Штатов. Они оказывали восставшим поддержку деньгами и оружием. В итоге мексиканские войска были разбиты в долине Сан-Хасинто. Уже в 1836 году провозгласили Декларацию независимости Республики Техас и приняли Конституцию, которая официально восстанавливала рабство. Во главе местных радикалов и повстанцев стал Сэм Хьюстон. Он же и станет первым президентом Техаса. Долгое время жил в США, строил там политическую карьеру, несколько лет даже руководил штатом Теннесси. Происхождение Хьюстона и его соратников позволяло Мексике делать вполне логичное заявление о том, что произошедшее вовсе не выбор местного мексиканского населения, а является американской экспансией и провокацией. Независимость Техаса Мексика, разумеется, не признала, а зато послушно признали Франция, Англия, Голландия и Бельгия. Фактически это позволяло считать новую страну полноценным субъектом международных отношений. Сэм Хьюстон ввел проамериканский курс, даже предусматривал вступление Техаса в США. И это случится немного позже. Независимым Техас пробудет лишь 9 лет. В США в 1837 году разразился экономический кризис. Цены на хлопок упали, и потенциальные выгоды от приобретения новых земель не оправдывали связанных с этим политических рисков. Однако по мере восстановления экономики, интерес к Техасу в США возрос. Плантаторы Юга строили планы на новые угодья, а северяне мечтали о рынках сбыта и свободном судоходстве в Мексиканском заливе. В 1844 году на выборах в США победил Джеймс Нокс Полк, пообещавший аннексировать Орегон и Техас. В 1845 году Республика Техас вошла в состав США в качестве 28-го штата. Справедливости ради, не все в США однозначно высказывались за аннексию мексиканских земель. Но в 1845 страну возглавил Джеймс Полк, который не собирался обращать на позицию никакого внимания. Его главной целью было не только присоединение Техаса, но и стремление сделать Америку гегемоном западного полушария. В 1845 году американский президент подписал Биль о присоединении Техаса, вставшего 28-м штатом США. Генерал Закари Тейлор получил приказ выдвинуться в Техас и занять позиции. В документе Тейлор был назван командиром оккупационной армии в Техасе. В декабре 1845 года Конгресс США принял резолюцию о принятии Техаса в состав федерации. Только речь уже шла о принятии в статусе суверенного государства. В документах Конгресса говорилось об аннексии Техаса. Аннексия — это насильственное присоединение государством территории другого государства в одностороннем порядке. Вопрос только в том, что такая форма интеграции противоречила американским законам. Законодательство США не допускало аннексии независимых государств. С точки зрения международного права аннексия и вовсе считалась одним из видов агрессии. Мексиканское правительство от такой наглости оцепенело и, разумеется, стало высказывать недовольство. Тогда президент решает расставить все точки над «и» с помощью оружия и пытается развязать войну с Мексикой. Сначала он ввел в 28-й штат Америки армию, затем направил в Мексиканский залив корабли, провоцируя Мексику на начало войны. А когда неготовый к войне южный сосед все стерпел, выставил ему счет, якобы мексиканцы в ходе многочисленных государственных переворотов нанесли гражданам США материальный ущерб. В 1846 году на спорной территории Рио-Гранде произошла стычка между американскими и мексиканскими отрядами. В США тут же заявили, что мексиканцы пролили американскую кровь на американской земле. Столетие проходит, а почерк не меняется. Это, конечно, не про бирка Паула, но точно ее прообраз. И США о Мексике войну, конечно же, объявили, как и было задумано. А начался их конфликт с собственной версией нападения на радиостанцию в Глаевице. Американские войска намеренно пересекли мексиканскую границу, потеряв 16 человек, что дало полку повод обвинить соседей в нападении и протащить через Конгресс объявление им войны. Президент державы избранных таким правом не обладал. Жестокое обращение с местным населением и грабежи со стороны американских военных стали причиной массового партизанского движения. Люди начали организовывать отряды и уходить в подполье. Однако мирный договор между странами был заключен 2 февраля 1848 года. В этой войне Мексика лишилась половины своих законных земель, была вынуждена отказаться от Техаса. К США отошли и Верхняя Калифорния, Новая Мексика и район Нижней Риагранды. В качестве компенсации штаты заплатили 15 миллионов долларов. В свою очередь, по оценкам экспертов, рыночная стоимость утраченных территорий значительно превышала 480 миллионов долларов. Жалкую сумму, выплаченную Мексике за огромные территории, американцы прозвали «деньгами для очистки совести». Против захватчиков у Мексики не было никаких шансов. На стороне Янки более современная артиллерия, новые разработки стрелкового оружия, плюс масштабное производство и логистика. К тому же, американцы считали латиноамериканцев людьми второго сорта. Да и цели войны никто не скрывал даже на высшем уровне. Одним из наиболее важных результатов войны, которую мы вынуждены были недавно вести с соседней страной, является демонстрация военной силы нашей страны. Перед последней войной с Мексикой европейские и другие страны имели несовершенное представление о нашей мощи как нации и о нашей способности вести войну. И особенно войну завоевательную, развязанную нами самими. События последней войны с Мексикой вывели их из этого заблуждения. И это говорит президент в послании Конгрессу. А теперь фирменное, как оправдывали кровавый захват американские историки. По их словам, действия были продиктованы распространением свободных институтов и республиканского строя, а также стремлением привнести цивилизованность на новые территории. Умеют все-таки американцы пускать пыль в глаза. Война 1846-48 года – это характерный пример американской экспансии. Захват чужой территории они прикрывали якобы желанием ее населения. Присоединение большой территории Юго-Запада сыграло огромную роль в развитии США. Страна вышла на побережье Тихого океана и стала крупной континентальной державой. А военные интервенции за рубежом прочно войдут в арсенал американской дипломатии и вероломной геополитики. Спустя 50 лет штаты аннексируют Гавайи, позже отобьют у Испании Кубу, Филиппины, Пуэрто-Рико и Гуам. Последние три станут колониями, а Пуэрто-Рико и Гуам по сути до сих пор в таком статусе. К каждую территорию американцы присоединяли разными путями. В данном случае был вопрос экспансии и расселения, после чего революция или война. Но Америка присоединила к себе территории Техаса, Аризона, Колорадо, Невады, Нью-Мексико и Калифорнии. То есть вот те территории, на которых сейчас эти штаты располагаются, они были присоединены при помощи войны. Но до этого эти территории активно заселялись американскими клонистами. Что касается, например, Гавайев, Пуэрто-Рико и так далее, там не было никакой экспансии и расселения. Там была просто война, в ходе которой они территории заполучили. В штате одинокой звезды и сегодня довольно легко найти людей, которые называют США оккупантом, а присоединение Техаса незаконным. И жители все чаще поднимают вопрос о выходе из состава США. В мятежном штате были уже и демонстрации, и петиция на сайте Белого дома. Теперь вот инициатива о референдуме. Вот только даже голосование не сделает штат независимым. Техас юридически не может отделиться от США. Заокеанская демократия упредила подобный финт укреплением федеральной власти, которая поставила крест на привилегии Техаса. Решение о выходе штата из состава США может принять и узаконить лишь Вашингтон. Вот такой расклад, который вовсе не означает, что техасцы перестанут щекотать нервы Белому дому, под руководством которого хотят жить далеко не все. Но отправит ли Вашингтон добровольно в свободное плавание свою нефтегазовую столицу? Ответ на этот вопрос, думаю, столь же очевиден, как и варварский захват мексиканских земель 200 лет назад. Счастливо!